МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рано утром 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. На полях сражений погибло 27 миллионов человек. Каждый год в День памяти и скорби по всей стране проходят митинги, главная цель которых – вспомнить тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу. Люди, помните, пока сердца стучат, помните о тех, кто не вернется никогда. На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, собрались члены городских советов, ветеранов и организаций, а также участники молодежных патриотических клубов. К ним обратились представители Городской думы, администрации, ветераны Великой Отечественной войны. Самая печальная дата в истории нашей Родины. Как огнем и пламенем она прошлась по сердцам всех жителей Советского Союза, России. Нет ни одной семьи, чтобы не затронула эта тяжелая боль войны. 78 лет назад, 21 июня, 19 русских юношей и девушек закончили школу. А на следующий день началась самая кровопролитная война в истории нашей страны. И вчерашние выпускники наравне со взрослыми записались добровольцами на фронт. На митинге минутой молчания почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира на земле. В рамках митинга по всей стране прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Активисты молодежных и общественных объединений на воинских мемориалах зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Ветераны отметили важность участия подрастающего поколения в патриотических мероприятиях. Конечно, эти мероприятия очень нужны нашему городу. Мы видели и помним, и знаем. Это наша история. На митинг приходят горожане. Это уже хорошо. На митинге участвуют руководители города. Это тоже хорошо. В этом году на митинге было мало горожан. Пенсионеры отметили, что причиной могла стать недостаточно информированность жителей о проводимом мероприятии. Мы сами искали тех людей, которые организуют этот митинг. Это неправильно. Чтобы побольше информации было не только через советы ветеранов, но и через какие-то объявления массовые. Стихи и песни о Великой Отечественной войне подготовили воспитанники творческих коллективов города. Закончился митинг в изложении цветов к вечному огню. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры предоставил DimaTorzok Двое саровчан лишились своих велосипедов на прошлой неделе. Один велосипед хозяйка оставила непристегнутым прямо на улице. Железного коня увели и успели продать. На следующий день велосипед был найден. Второй стоял без замка и цепи в подъезде. В данном подъезде и около подъезда имеются камеры видеонаблюдения. Сейчас лица устанавливаются. Скорее всего будут установлены. Продолжаются мошенничества через интернет. На этой неделе пострадал мужчина, который заказал на сомнительном сайте монеты времен Екатерины II. Внес стопроцентную предоплату в размере 20 тысяч рублей. На данный момент монеты не поступили. Продавец не выходит на контакт. На сайте не имеется ни телефонов, ни данных о регистрации юридического лица. Растет число обращений от горожан по поводу хищения денег с бесконтактных банковских карт. В этот раз саровчанин лишился существенной суммы. Карту свою данный гражданин потерял. Карта бесконтактная. Неустановленное лицо, воспользовавшись ей, покупая продукты питания в различных магазинах, похитила 15 тысяч рублей. Для сотрудников ГИБДД неделя выдалась напряженной. Было зарегистрировано 17 ДТП с материальным ущербом и два с пострадавшими. Одна авария произошла на улице Пушкина. Вот водитель, 87-го года рождения, заявительница, управляя машиной Peugeot 206, двигаясь по дороге с односторонним движением по улице Пушкина, напротив дома 12, выбрала такую скорость движения, которая не обеспечила ей возможность постоянного контроля с движением транспортного средства и при возникновении опасности не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на световую опору. Как рассказала водитель, навстречу ей по дороге с односторонним движением ехал велосипедист, от столкновения с которым она и пыталась уйти. Женщина и ее малолетний сын-пассажир получили ушибы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Выпускной бал в нашем городе пройдет 28 июня. Начнется праздник с торжественного приема медалистов в администрации. С половины восьмого вечера в сквере за художественной галерей будут работать интерактивные площадки, посвященные уличным историческим танцам, самодеятельной песне и многому другому. Кульминацией праздничной программы на площади Ленина станет выступление диджея Миши Кляйна из города Санкт-Петербурга. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глава города Александр Тихонов проведет личный прием граждан. Встреча запланирована на 26 июня. Глава города будет принимать саровчан в здании Думы и администрации. Записаться на встречу можно по телефону 9-77-73. В Сарове введен запрет на посещение лесов. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Как следует из документа, ограничения ввели из-за высокого уровня пожарной опасности. Сейчас, напомним, в городе установлен предпоследний, четвертый класс пожароопасности. Запрет на посещение лесов будет действовать до 13 июля. Он касается как пеших прогулок, так и поездок на автомобиле. Муниципальному учреждению лесопарк поручили перекрыть въезд в лесные массивы шлагбаумами, а также повесить предупредительные аншлаги. Саровчан зовут в любительский баскетбол. На днях спортсмены из клуба «Атом» привезли домой золотые медали победителей чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу. Выступая на пресс-конференции, директор клуба Алексей Ковтун рассказал, что горожане старше 18 лет, желающие заниматься баскетболом, могут бесплатно посещать тренировки клуба. А при достижении соответствующего уровня участвовать в соревнованиях вместе с командой. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 915 941 05 43. Лето – это пора отпусков и отдыха. Но радость от общения с природой может омрачить энтеровирус. Эту болезнь еще называют летним гриппом, поскольку пик заболеваемости приходится на теплые месяцы. Кто находится в зоне риска энтеровирусной инфекции, о способах профилактики и методах лечения расскажем в следующем репортаже. Энтеровирус поражает в основном детей от 3 до 10 лет. Заболеть могут и взрослые, но они переносят болезнь гораздо легче. У малышей иммунитет еще не выработал антитела для борьбы с энтеровирусной инфекцией, поэтому они болеют чаще. А у детей вот все многообразие клинических форм этой энтеровирусной инфекции. Начиная просто как респираторная инфекция, с температуры головной боли и легкого насморка, боли в горле, до менингита. Заболевания носят сезонный характер. Вспышки возникают в весенне-летние и летние-осенние периоды. Заражение энтеровирусной инфекцией происходит через воду и мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании больного. Чаще всего летний грипп подхватывает при купании в открытых водоемах. Сохраняется энтеровирус очень хорошо в воде. И в стоячей, и в сточных водах, которые спускаются, и в речках, и в озерах. И все. Где, значит, когда жарко, люди начинают купаться, а то еще, не дай бог, и попьют эту водичку. И энтеровирусы тут как тут. Если в детском коллективе есть заболевшие, то высок риск заражения и других малышей. Крепкий иммунитет справится с вирусом через 3-4 дня. В ослабленном организме энтеровирусная инфекция может осложниться менингитом. Менингит обычно начинается на второй волне. Все вроде бы прошло за 3-4 дня. И все хорошо. А через 3 дня, через 2-3, начинается все снова. Опять температура, головная боль, рвота и менингиальные симптомы. Это вот менингит так начинается. Менингит лечится только в стационарных условиях. В результате интенсивной терапии пациент полностью выздоравливает через 3 недели. Чтобы снизить риск заражения энтеровирусной инфекцией, нужно соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках заболевания не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24. Крестный ход – это православное церковное шествие, которое обычно совершается по особым праздникам. Традиционный крестный ход вокруг города приурочили ко Дню всех святых. В этом году в нем приняло участие более 200 человек. Подробности далее. В 10 часов утра участники шествия, возглавляемого протеереем Александром Брюховцом, двинулись от храма всех святых в сторону Дальней Пустонки с хорубями и большими иконами Божьей Матери Скоропастушницы и преподобного Серафима Саровского. Сегодня престольный праздник нашего храма. Храм в честь всех святых. И сегодня общее церковное торжество – как раз воспоминание памяти всех святых, которые присеяли в церкви, которые угодили Богу. И престольный праздник – это всегда главное событие для приходской общины. Она сопровождается торжественным богослужением, усердными особенными молитвами. После Дальней Пустонки колонны верующих с молитвой обошли приходские храмы великомученика и целителя Пантелеймона, святого праведного Иова Многострадального и храм царственных страстотерпцев. Вот у нас сложилась традиция, что мы крестным ходом с молитвой обходим весь город. Потому что в то время, когда эта традиция возникла, у нас был только один храм. А храм в честь всех святых. Других храмов не было. И вот чтобы наша молитва покрывала весь город, чтобы все горожане могли бы принять участие, возникла эта традиция – идти вокруг всего города. Ну и до сих пор она продолжается. Федор Тимошкин вместе со своей дочерью участвует в крестном ходе, посвященном празднику всех святых, уже не первый раз. Каждый год они стараются проходить весь маршрут, несмотря на погодные условия. По словам Федора, для них это не просто шествие по центральным улицам города, а испытание силы веры. И вместе с этим возможность пережить невероятную радость от единения с другими прихожанами. Наверное, нужно пройти. Потому что, когда именно поучаствовать в этом процессе, и когда результат, он даже в течение крестного хода уже сначала думаешь, ой, я там не дойду, наверное, там, а потом раз, откуда-то силы появляются, и как бы все получается, и благодать как-то вот она действует. В крестном ходе приняли участие более 200 прихожан городских храмов, от маленьких детей до людей преклонного возраста. По ходу маршрута одни присоединялись к шествию, другие выбывали. К середине вечернего богослужения крестный ход вновь возвратился в храм всех святых. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Летний читальный зал у Старого фонтана каждую неделю открывает свои двери для горожан. На этот раз в центре внимания издание из Рецкого фонда библиотеки Маяковского. Юные читатели примерили на себя роли французских, русских и даже латышских героев народных сказок. А также отгадывали название произведений Шарли Перо и знакомили со стихотворениями великих поэтов Золотого века. С июня по август в рамках проекта «Читальный зал» каждый четверг библиотекаре города организуют для детей досуг с пользой тематические игровые программы, посвященные любимым героям книг и их авторам. У нас в библиотеке работает музей книги. И сегодня мы представляем программу, созданную по книгам из этого музея. Это и дореволюционные издания, и издания первых лет советской власти, и современные издания. «Юности честной и зерцала» – это одна из первых книг, с которой познакомились ребята в рамках встречи «Приключения в стране чтения». Литературный сборник для детей был издан по приказу Петра Первого и состоит из двух частей – букваря и наставления. Вторая книга, о которой рассказали юным читателям – волшебные сказки Шарли Перо. У нас есть замечательное, восхитительное издание «Волшебных сказок Шарли Перо» 1867 года издание и с иллюстрацией Гюстава Даре. Третьей самой познавательной, по мнению ребят, стала книга Мена. Участникам читального зала предстояло не просто прочитать сказку, а попробовать обыграть её по ролям. Сказка была про старик, который обменивал все свои вещи, которые ему дарили люди. Но мораль заключалась в том, что все вещи нельзя променивать, так как некоторые из них имеют большую ценность. И чтобы их разменять, нужно сначала задуматься, а потом уже отдать. Также на встрече ребята играли в настольные и подвижные игры, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и складывали пазлы на скорость. Следующая встреча пройдёт 27 июня в 16.00. Сотрудники библиотеки познакомят ребят с произведениями Ивана Крылова. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова